Как вы знаете, я никогда не ставил на свой самокат деки с КВ-дропами. Мне вот просто не нравилось, я не хотел даже пробовать. Но в жизни надо что-то менять, пробовать что-то новое и идти дальше. Поэтому сейчас я катаюсь на Ацтек Сайрон В2. Эта доска очень интересна и на то есть ряд причин. Во-первых, это первая дека, которая была сделана с такой большой шириной, а именно 6.0. Вторая причина, почему стоит ее рассмотреть, это то, что при своих размерах она достаточно легкая. Весит всего лишь 1850 грамм и при этих размерах это действительно малый вес. В сравнении, например, с Native или даже Fenix Eon это действительно немного. Благодаря небольшому весу все трюки, которые я делал стабильно до этого, на линде, прошу заметить, длиной 53, сейчас я делаю также стабильно на деке 59 сантиметров. Но единственное, я все-таки склоняюсь к деке 56, 59 для меня много. Если стабильные трюки, я их буду делать на чем угодно стабильно, то с новыми будут возникать проблемы. Поэтому я думаю, что следующая моя дека будет все-таки 56. 53 сильно мало, 59 сильно много. Но можно воспользоваться такой длиной и покатать девчонок на самокате. Главное, места хватает. Кстати, реально, не так много места. Классно же надо. Еще один плюс этой деке, это ее геометрия. Вот кто бы что ни говорил, но я буду учитывать свое мнение. Я покатался на деках длинных, широких, и мне не нравилось, потому что они были прям неконтрольные. Здесь же все наоборот. Здесь все очень удобно, и катать там manual всегда прекрасно. Я был удивлен. Я реально был удивлен. Я думал, что она будет не какущая в плане контроля. Но у этой доски с этим все хорошо. Забегая вперед, будем говорить с вами о минусах. И в конце концов, для чего и для кого эта доска есть. Первый минус, это ее цена. Цена реально огромная. Я не буду отрицать, что, возможно, линда не стоит 15 косарей. Окей, пусть будет так. Но вот эта доска точно не стоит 15 тысяч. К сожалению, это так. Но если вы захотите, то вам придется ее покупать по такой цене. И второй огромнейший минус, это ее прочность. У нее идут очень быстро трещины в стакане и, в принципе, везде. Эту деку заварили, и там уже по сварам трещины. Именно поэтому вы не увидите, как я беру двухметровые дропы на Aztek Siren. Или же просто на сирене. Давайте остановимся на сирене. Все это вытекает из-за того, что невозможно сделать одновременно легкую и очень длинную большую деку. Жертвуя прочностью, мы уменьшаем вес. По крайней мере, я хотел увидеть легкую и длинную деку. Для кого вот эта вот большая байда нужна? Если вы нормальный человек, уже ростом не 150, то вы можете ее взять. Если у вас есть деньги. Если вы будете готовы смириться с тем, что она скоро треснет, либо сломается и так далее. Обычно, покупая дорогую деку, вы хотите, чтобы она прожила хотя бы сезон и больше. Раньше на ДК-2 можно было кататься больше двух сезонов и вообще не париться. Сейчас с этим миром что-то определенно не так. Так что, если есть 15 тысяч, или есть Артем Карпов, который даст вам эту деку просто так, как мне, то вам определенно стоит попробовать, потому что это будет интересным опытом. Но я останусь при мнении, что такая большая деска не нужна. И 22 дюйма на 5,5 пожалуй, самый удобный размер дек. На этом все. Я думаю, теперь стоит покататься и там уже в процессе что-нибудь рассказать еще. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА